Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Дэль Юропа Лайн. У меня в гостях Гарри Табах, известный офицер, общественный деятель, комментатор политический. Здравствуйте, Гарри. Здравствуйте, известный журналист Михаил. Спасибо большое, Гарри. Он неизвестный журналист, поэтому вы менялись с этим. Ну что ж, Гарри, давайте перейдём к делу. Друзья, кстати, подпишитесь на канал Гарри Табах, обязательно подпишитесь на мой канал и старайтесь получать разные альтернативные точки зрения. Это очень важно, получать качественную информацию. Гарри, я почитал Foreign Affairs, последний номер, благо сейчас когда-то необходимо было за границей покупать журналы, а теперь в интернете можно подписаться и в электронной версии всё, что угодно читать. И там статья о Кандалии Зарайс, любопытная достаточно, в которой госпожа Райс, которая одно время была госсекретарём при Джорджа Буше, она говорит о том, что нельзя оставлять вакуум безопасности в Восточной Европе. И необходимо Украину принимать в НАТО. Но это мы слышим от Уэсли Кларка, это мы слышим от господина Расмусона в его статье с Андреем Борисом Ермаком, мы слышим от Бориса Джонсона. Но получается так, что выходит так, что все западные деятели, которые говорят о необходимости принятия Украины в НАТО, это, как правило, деятели, которые ушли уже в отставку, то есть они выступают такими, скажем, свадебным генералами, как господин Курт Уолкер, с которым вы виделись в Одессе на одном из мероприятий Black Sea Forum. А в реальности что? Вот сейчас президент Зеленский в Соединенных Штатах Америки. Вот в реальности что, видят Украину в НАТО или нет? Ну, я знаю, что и президент Трамп, когда он был президентом, дал указ Пентагону разработать модель, как принять Грузию и Украину в НАТО. Потому что, ну, невозможно. Но потом пришел президент Байден, и он сказал, снять это с повестки дня Украины в НАТО не будет. То же время, где идет критика, где его, конечно, это выдирается из контекста из-за Трампа, кстати. Я выставил целую программу, что Трамп сказал в реальность. Не то, что вам перевели, что выдернули из контекста, а что он в реальности сделал по закону и что он говорил. Но в основном, что он сделал. Так вот, он сказал, что зачем Байден снял это с повестки дня, и в то же время все время говорил, что мы примем Украину в НАТО. То есть, он провоцировал Путина. И Путин это использовал как провокацию, что, а, вот, иди в Украине, хотя прекрасно понимая, что Байден только что сказал с другого конца рта, что снять это с повестки дня. То есть, это была разыгранная комедия, на которой купились и так же много украинцев. Но сегодня, опять же, вышла статья, где президент Трамп сказал, что если он станет президентом, он потребует у стран НАТО платить не 2%, которые они и не платят многие, а платить 3%. То есть, против кого, это он, конечно, вот такой жест. То есть, он укрепляет НАТО. Знаете, из 2% в 3% военного бюджета, это не так мало, это в 50% повышение. Он будет требовать это, а не просто, чтобы это было волонтерски. Поэтому, когда говорят люди, что надо принять Украину в НАТО, и Украину в НАТО надо было принять в 2008 году, в Бухаресте, когда шло голосование. Я как раз там находился в то время. И до этого я как раз был, беседа шла у Кандалисы Райс. Я помню, даже фотография где-то есть с этой беседой, где я участвую в этом разговоре. И она рассказывает, почему Украина должна, я помню, почему Украина должна еще тогда быть, это был 2008 или 2007 год. 2008. Нет, мы с ней, мой отдел, она пришла с визита в наш отдел, у нас там было 4 человека, и мы ей задавали вопросы, она рассказывала, и Украина, и Польша, это было в Польше. Была такая у нас с ней дискуссия, или, вообще-то правильно сказать, у нее с нами была дискуссия, важнее было. И она очень умная женщина, кстати. Дело в том, что я думаю, что все здравые люди понимают, что Украина должна быть в НАТО. Она должна была быть в НАТО в 2008 году. Но Меркель и Франция проголосовали против, непонятно. Такое ощущение, но теперь понятно, что они это сделали для Путина. Кстати, Путин тоже был на этом митинге, на этом совещании с лете НАТО в 2008 году в Бухаресте. И они это сделали для него. Вот они подыграли, подмахнули ему. Но дело все в том, что сегодня, я думаю, они немножко нас подготавливают к этому. То есть, да, Украину надо принять в НАТО, но что Украина должна за это сделать? Вот что Украина должна сделать? Выиграть войну, вернуться к границам 1991 года, замечательно. Я тоже за это. Объясните, как, каким механизмом это может произойти? И я боюсь, что они подготавливают нас к тому, что, окей, давайте, Украина, вы вот сдайте эти территории, которые требует Путин. Или частично, я не знаю, я сейчас не буду браться. И за это мы вас примем в НАТО. Но каким образом примут НАТО? Вот тут Украина должна спросить, а как вы нас примете в НАТО? Все ли страны проголосуют? Венгрия проголосует? Вы нам можете гарантировать, что Венгрия проголосует за? Вы можете нам гарантировать, что Германия проголосует за? Вы можете нам прогарантировать, что Турция проголосует за? У каждой из этих стран есть свои интересы. То есть, когда они говорят, что Украину надо принять в НАТО, я думаю, что аргумента от людей, которые мыслящие или наполовину мыслищие, тут нету. Аргументов с этим нету. Да, надо. Надо было это сделать давно. но не сделали, теперь надо это сделать снова. Но теперь совершенно другая ситуация, и как это сделать правильно, вот тут вопрос. Гарри, вот смотрите, есть некоторая правда жизни в любой сфере, с любым человеком. Вот, например, в Соединенных Штатах Америки, если ты родился в другой стране, но потом натурализировался, получил гражданство в Соединенных Штатах Америки, ты можешь быть сенатором, ты можешь быть конгрессменом, ты можешь быть членом Палаты представителей, но ты не можешь быть президентом. Ну, так устроено в Соединенных Штатах Америки, мы знаем, вот нельзя приобретя гражданство, а потом баллотироваться в президенты. Это некие реалии жизни, с которыми необходимо соглашаться. И таких реалий в жизни у нас много. Вот я до войны читал в интернете, они доступны, деклассифицированные, то есть, в которых снят гриф секрет на документы Госдепа во времена, когда, значит, был президентом Ельцин, был президентом Клинтон, напомню, их переговоры даже публиковались, и чёрному по белому абсолютно документы Госдепа фигурировало следующее, что Украина, Россия и Беларусь могут вступить в НАТО только вместе. Так, в ином случае, расширение НАТО за пределы вот стран Восточной Европы, оно невозможно. Опять же, мне это очень убедно, потому что я считаю, что Украина должна быть в НАТО, Украина заслужила быть в НАТО, и Украина самая сильная армия на сегодняшний день на территории европейского континента. Но, опять же, если не игнорировать факты, есть конкретные документы, конкретные взгляды, которые тогда, уже в 90-е годы, они как бы были заложены в логику, значит, логику дальнейших событий. Другое дело, что украинская сторона в угоду внутриполитическим баталиям тоже спекулировала темой НАТО. Мы помним, как тема НАТО стала предметом внутренней политики, что категорически вообще быть не должно, потому что это вопрос внешней политики. И как бы Запад в какой-то степени Украине подыгрывал. И вот сейчас мы слышим, например, от господина Блинкина, при всем к нему уважении, он говорит, дверь в НАТО открыт. Мы это постоянно слышим. Точно так же мы слышим, например, о том, что до войны, что вот в Украине, господин Блинкин говорил, нужно побороть коррупцию, и тогда можно спокойно вступать в НАТО. Вот сейчас из так называемых переписок мы узнали, что один из российских олигархов за взятку возбуждал уголовное дело якобы против Владимира Шуркова в Латвии, в стране НАТО. Как такое может быть? Значит, там тоже есть коррупция? И это не стало причиной, почему, значит, Латвию не приняли в НАТО. Или Черногорию, или Румынию, например. То есть, опять же, Орл, все животные равны на и стране. Нет, этого же нельзя не замечать. Как вы считаете? Глупо не замечать? Это, опять же, это отговорок. Украина должна побороть коррупцию. Это говорит кто? Сам коррупционер? Ну, это глупо. Что значит побороть коррупцию? Вы объясните, опять же, это вернуться к... Украина должна победить в этой войне. Вы опишите, что вы имеете в виду под словом «победа». Вы объясните, что вы имеете в виду победить коррупцию. В Соединенных Штатах есть коррупция, в Швейцарии есть коррупция, везде есть коррупция. Но где-то она есть как исключение, где-то она есть как правило. Где-то есть страны сильно коррумпированные, а есть страны, где они не так коррумпированные. Есть радиктаторы, есть демократия, есть конституционные федерации, как Соединенные Штаты Америки. они это просто говорят как отговорка. Как отговорка. Вот он говорит, что да, нужно дать. Они говорят, что и оружие надо дать. Рамштайн, сейчас мы будем давать оружие. И не дают. А почему они дают? Нет, мы понимаем, что это надо. Мы все понимаем, мы все делаем для того, чтобы это сделать. Это политические отговорки. Они не делают, не хотят делать и не хотят принимать. Потом они придумывают, что был какой-то договор, что как будто бы Клинтон Ельцину пообещал, что не будет расширения НАТО. А что значит пообещал? Где документы? Нет, но я не знаю, что обещал Клинтон. Действительно, Ельцин, есть их протокол, их заседание, где Ельцин просил Клинтона, чтобы НАТО не расширялось. Вопрос не в этом. Документы ГУСДЭПа, ГУСДЭП классифицированы. Черно по белому написано, что Украина, Беларусь и Россия только вместе должны вступать в НАТО. Там это написано, это лично читал. И кто это гарантировал? Кто подписал такой документ? Не мог Клинтон подписать этот документ. Клинтон не НАТО. У каждой страны НАТО есть абсолютно равное право, как у Америки, так и у Люпсенштейна. Есть право проголосовать в НАТО. Если одна страна проголосует против, всё, не проходит, не идёт. То есть, это надо менять устав НАТО, это надо менять пятый параграф НАТО, это надо менять многие-многие вещи в НАТО, чтобы это сделать. Возможно это сделать? Я думаю, что возможно, если есть политическая воля. Чья политическая воля? Наверное, в Соединённых Штатах. Но Клинтон не мог подписать такую бумагу, не имел права. Может быть, он имел влияние, но права он не имел. Это мог подписать только кто тогда там был главой НАТО. Я сейчас не понял. Приклето. Но для этого должны были проголосовать все страны. Все сколько тогда было? 23 страны. Сколько лет? Да, 23. Гарри, вот сегодня Владимир Александрович Зеленский давал интервью до Нью-Йоркера. Я в оригинале просто не успел почитать это интервью, но оно доступно, обязательно почитаю. Кстати, всем совету в оригинале только читать то, что говорится, потому что очень часто возникает разночтение. Но судя по многочисленным сообщениям, Владимир Александрович Зеленский усомнился в том, что Дональд Трамп знает, как остановить войну в Украине, и точнее ему кажется, что он знает, как это делать. Цитата. С этой войной часто бывает так, что чем глубже ты смотришь на нее, тем меньше ты понимаешь. Ну, вот есть еще такое выражение, да, делать хорошую мину при плохой игре. Не кажется ли вам, что вот президент Трамп, ну, при всем к нему уважении, мы понимаем, что, возможно, если бы он был у власти, полномасштабного вторжения государства-агрессора России в принципе бы не было. Ну, все может быть, да, хотя история не знает столкательное наклонение. Но в нынешней ситуации, когда ситуация действительно зашла слишком далеко, даже Трампа сложно ожидать, что он за ночь решит войну, которая зашла действительно слишком далеко на третьем году. А кто знает, как остановить эту войну? Никто. Ну, хорошо, никто. Но опять же, вы понимаете, что идет предвыборная кампания. Он говорит, я остановлю эту войну, я знаю, как можно остановить эту войну. Он же детали не удаёт. Это, опять же, ну, я так скажу. У него, он иногда так говорит, когда люди не понимают, что он говорит. Вернее, он не открывает СК. Он сказал, что он переведёт наше посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Все, я помню это, как все сказали, как он это сделает. Нету вариантов, невозможно. Он начнёт с Третьей мировой войны. И начнётся интифада. Он сделал. Ничего не нашёл. Сказал, я сделаю мир между арабами и израильтянами. Как? Невозможно. Не дам ни одной песчинки за место. Всё время все израильтяне отдавали какую-то территорию и ещё что-то. И всё это не работало. Сделал. Вот я сейчас был в Саудовской Аравии. Они ждут. Со всеми саудитами был. Я просто не понимаю. Они говорят, это будет ужас, если не будет Трамп. Мы за Трамп. Как же? У вас тогда цены на нефть упадут. Они говорят, ничего страшного. Мы с Ираном разберёмся. Выживем. В прошлый раз у нас тоже так было. Нам прилетел, мы договорились. Всё было нормально. То есть, и мы ждём мира с Израилем. Саудиты – главная арабская страна. Она уже практически была сделана, если бы Трамп остался. Это то, что говорили не саудиты сейчас. Ну, не все саудиты, но с теми, с кем я общался, но они тоже как бы там влиятельные люди, можно так сказать. То есть, в рамках Абрахамового соглашения. Абрахам, да. Абрахамового соглашения. Он это сделал. Как он это сделал? Может кто-нибудь объяснить? Опять же, над ним смеялись. Говорили, что он говорит, то же самое, ни один президент не мог вернуть нам останки наших бойцов с Корейской войны. Все до одного вернул. Он. Не дав ни одной риси с Северной Кореи, никаких испытаний не делали, ничего. Президент Байден даёт миллиарды долларов Ирану, у нас начинается война с Израилем. Он открывает все двери России, убирает наш флот, посольство, снимает санкции Северного потока, начинает с войны. Значит, я не знаю, если бы я знал, как Трамп это сделает, то я бы это сказал. Но я не понимаю украинскую дипломатию, можно так сказать. А зачем вы его сейчас критикуете за это? Вот что вы этим добьётесь? Когда вы начинаете говорить, что по большому счёту он не соображает, что он говорит, по большому счёту он не соображает, что он делает, что многие это делали и ни у кого не получалось, многие это говорили, и он не осознаёт, что он говорит. Зачем? Что вы от этого получаете? Получаете опять какое-то добро или одобрение от Камалы Харриса, думаете, она вам что-то даст, если она будет президентом, или может быть Байден что-то вам даст, потому что вы начинаете опять говорить антитрамповскую риторику. Зачем? Нельзя промолчать? А кто знает, как остановить эту войну? Да многие говорят, что надо остановить, принять в НАТО, надо. Как? Границам 91-го, все. Я тоже за все за это, за все добро против плохого. Ну как? Объясните механизм. Как вы собираетесь это сделать и чем? Просто лозунги кидать хлеб рабочим, землю крестьянам и так далее. А как вы это сделаете, это непонятно. Это вот я Дмитрий Антонович Волкогонов, когда-то мне показал записку на пуске бумаги, где Ленин написал установить общепит в стране. В и Ленин. И вот указ дал. Идите, делайте. К. Давайте грабанем украинцев. Раскулачим их. Может быть таким образом общепит. Будем хормить стран. Эти лозунги, эти хотелки, это одно. То есть, то, что зачем вот это вот говорить, я не понимаю. А если он сделает? А если он скажет, знаете что, вы мне не верите, вы не хотите даже пробовать, ну идите к черту, у меня другие проблемы есть. И он этого не сделает, конечно, потому что вся Америка, все прекрасно понимают, что русские не могут победить в этой войне, потому что это будет война по всему миру. То есть, им надо сейчас сделать обрезание, по самое, не могу. Но, может быть, у него есть какой-то план, но это не значит, что он должен озвучить. Но почему-то план требует только от него. Планы никогда не требовали от Байдена. Трамп планы не требует от Камалы Харрис. Планы не требует от президента Зеленского. Только вот от Трампа почему-то. И вот только то, что Трамп сказал, это да. А требовать там то, что вам обещали все, это не требуется. Это не комментируется, никакой негативной оценки. Только с Трампом. Зачем? Спрашивайте. Зачем? Вы кому думаете, вы навредите? Трампу? Нет. Только Украине. Гарри, в завершение я вас прошу. Мы с вами знаем, что за 4 года правления Трампа очень много было сделано. И даже темы им многочисленные, личные, знакомые, там друзья. Некоторые родственники, которые переехали в Америку со временем, они говорят, что за 4 года Трампа действительно американская экономика, она поднялась. То есть жилось намного лучше за 4 года Трампа. Это правда. Хотя американские, что называется, как бы парадигма восприятия украинского в условиях войны, конечно, разная, но в условиях американской экономики все равно чувствовалось, что при Трампе было намного лучше. И Трампу есть что представить. Общество есть о чем говорить. Почему Трамп, на мой взгляд, не выходит на новые дебаты с Камелой Харрис? Ведь я убежден, он бы смотрелся намного сильнее, чем кандидат Харрис. Ну, почему он не выходит? Он выходит только на честных условиях. Опять выходить на CNN? Он уже был на CNN дебатах. Опять на ABC? Но он же выиграл дебаты на CNN против Байдена. Дело не в этом. Дело в том, что вы тоже у Шулера можете выиграть. Но постоянно вести игру 3 против 1, вы проиграете. И он выиграл, потому что ну, чудак не в себе. Потому что его оппонент реально не в себе. Сегодня, пару дней тому назад совещание министра, совещание Белого дома, штаба Белого дома, который должен проводить президент, провела его жена. Села в его кресло и провела его жена, Джилл Байден. А его вообще нет. Значит, ты не можешь. На ABC это 3 против 1. То есть, Шулерми. Давайте, он согласен? На Fox News, на Newsmax. Но два раза на вашей территории провели. Давайте один раз на нейтральный. Нет. Камал Харрис на это не согласен. Потом ФБР уже объявило, что иранцы хэкнули его компьютер, компьютер штаба, избирательного штаба Трампа, и передали информацию в штаб, избирательный штаб Камалы Харрис. То есть, там было то, что на дебатах говорил бы Трамп. То есть, они были предупреждены. Ее штаб пока что не ответил ничего, не опроверг этого. Но ФБР уже это объявило. Поэтому они шулеры. Ну, зачем садиться за стол, играть с шулерами? Кому это не ясно? Потом я так скажу. Послушайте, что эти дебаты дают? Они ничего не дают по многим причинам. Во-первых, Трамп был президентом 4 года, как вы говорите, и все ясно, все видно, все, что он сделал, что он делал. Камала Харрис была вице-президентом тоже почти 4 года. Тоже, чего вам непонятно в этом. О чем могут они дебатировать? Это не то, что два неизвестных. Вот дебаты между Вэнсом и Волсом, вот это да, это будет интересно. И это должны быть дебаты между двумя вице-президентами. А эти два, они уже как облуплены, всем известно. Более того, уже все, по большому счету, решили, кто за кого будет голосовать или кто будет голосовать против кого. Эти 3, 4, 10 дебаты не решат исходное количество людей. Может быть, какой-то маленький процент туда-сюда. Но уже те, которые будут голосовать за Трампа, будут голосовать за Трампа, неважно, что он скажет. Те, которые будут голосовать не за Камал Харрис, а против Трампа, тоже будут голосовать против Трампа. Они будут голосовать за Гитлера, за чёрта лысого, главное, за Трампа. Поэтому эти дебаты ничего не дадут. А вот что даст? Вот есть блогеры, есть комментаторы, которые говорят, чего вы там, табах, и все эти трамписты агитируют за Трампа, украинцы не выбирают американского президента. Да, конечно, нет. Мы все понимаем, что украинцы не выбирают американского президента. Но мы возвращаемся к предыдущему вопросу. Зачем злить половину Америки? Я на стороне Украины. Мы на стороне Украины. Мы говорим, не участвуйте в наших выборах, потому что вы разозлите пол Америки, будь то демократическая, будь то республиканская, будь то трамповская или антитрамповская. То есть вы принимаете... Вы уже один раз это сделали в 2016 году. Зачем? Это может обернуться против Украины. Эти люди как Маск, как Такер Карлсон, как Кеннеди. Если вы их храете, выливаете каждый раз на них ведро дерьма каждый день и занимаете одну сторону, когда они придут в власти, они могут повернуть, нанести ущерб Украине. Вот этот последний, вот этот второй, который, надеюсь, последний, который пытался совершить покушение на Трампа, убить Трампа, его ассоциируют с Украиной, что он наслушался всего. Его показывают, что он пытался войти в международный легион. Его не приняли, потому что поняли, что он дебил. Но он печатал везде, он везде поставлял, что он Украин, за Украину. Он фотографировал, и уже ваш любимый Нью-Йорк Таймс, Вашингтон-Пост, уже показывают его фотографии, где он стоит с бойцами, и пишут, что вот он с бойцами, с неонацистской АЗОВ, организацией АЗОВ. То есть из героев опять делают неонацистов. Это вот эти, вот кого вы продвигали в Украине. Зачем? Против кого вы настраиваете американский народ? Против себя же. Смотрите, Гарри, мы с вами это обсуждали, когда, например, слышу обвинение Маска, человека, который каждый день выходит с очередными просто новаторскими идеями, которые просто изменят мир, в том, что это российский агент. Я слышу обвинение некоторых украинских блогеров. Я просто улыбаюсь в душе, потому что понимаю, что если бы это была Америка, то прилетел бы гражданский иск к защите, чести и достоинству. Ну, многомиллионный. Она вообще так работает в Америке. Ты не можешь просто так болтать. То есть ты можешь болтать, но ты не можешь... Нет, ну ты не можешь просто так человека, человека, да, ну просто, скажем, обвинять в том или в чем, да, то есть кем он не является. Ты не можешь просто так это делать в Америке? Ну не можешь. Можешь. Нас может. Ну, не знаю. Я, опять же, это... У нас можно же американский флаг, у нас можно ходить в нацистской форме, у нас можно зиги кидать, у нас все это можно. У нас нельзя оскорблять ЛГБТ-флаг почему-то. Вот за это тебе могут в демократических штатах. Но у нас-то первая поправка Конституции свободы слова, и у нас это все считается свободы слова. Ты можешь обвинять кого угодно, в чем угодно, но они должны доказать в суде, что практически невозможно, что я из-за этого получил какой-то ущерб, финансовый ущерб. Вот из-за того, что вы сказали, что я русский агент, мои просмотры на моем Ютубе упали из-за этого, и поэтому вы должны мне компенсировать эти деньги. Но доказать, что в Ютубе у меня упали просмотры, потому что вы меня назвали русским агентом, в суде практически невозможно. Вы потратите огромные деньги в суде, а ничего не получите. И поэтому никто этим не нравится. Смотрите, Гарри, я вот в завершение что хочу вас спросить, вы, безусловно, правы, что многие уже определили, за кого они будут голосовать, за Трампа, либо за Хэррис, либо Чумана оба ваших дома, либо, значит, просто не придут на выборы. Но мы же понимаем, что на выборах очень важно вообще еще перевести своего избирателя. И сделать так, чтобы не пришел избиратель противный стынок, тебе на самом деле это очень тяжело сделать. Нужно хотя бы сделать так, чтобы твой избиратель пришел. Это немаловажно на самом деле. И вообще мы понимаем, что в нынешних условиях как раз стороны, по идее, должны стремиться как можно более, скажем так, высокой явки. На мой взгляд. Поправьте меня, если я не прав. Как этого добиться? Как этого добиться? Ну, обычно люди идут на выборы, потому что это как бы последнее, что они могут сделать, изменить свою жизнь, недовольны своей жизни. Но если эти выборы судьбоносные. Да, потому что если люди довольны всем и все хорошо, обычно они не идут на выборы, у них все хорошо, и так. Но когда люди недовольны властью, ну, как вот в Украине, в Украине было два Майдана, а третий Майдан был уже на избирательных участках. То есть, люди были огромные, вот за Зеленского был огромный, люди высыпали как на Майдан, только ли они уже более так сделали это через этот Майдан у них произошел на избирательных участках. Они были недовольны. Я, опять же, я не участвую в украинской политике, я не знаю, чем они были недовольны, но явно они были недовольны там президентом Порошенко или еще чем какими-то вещами. И это было показано таким случаем. Агитировать, идти на выборы и говорить, и все это сложно. Сегодня я, например, агитирую всех, все русскоязычное население Соединенных Штатов идти на выборы, потому что это очень важно. Нам, я считаю, нам Всевышний дал шанс, потому что Хилари Клинтон по всем параметрам должна была выиграть. И все, и тогда бы Украина, вот, Плацдарм был готов с Крымом и с Донбассом, и все бы произвел, но Бог нас увел, нам дал шанс Всевышний, он прислал Трампа. Потом он нам дал второй шанс переизбрать его, мы его профукали, не потому что мы не пошли голосовать, а потому что опять там произошло нечестно, там шельмовали, и подсчеты были неправильные. Сейчас он нам дает третий шанс, ну, был еще шанс, когда в него стреляли, он отвернул его голову, ну, разные люди разной религиозности и всего могут по-разному к этому относиться, но я считаю, сейчас нам дан третий шанс, и вот если мы профукаем этот третий шанс, то я думаю, что Всевышний нам больше не даст шансов, и вот когда, поэтому я таким образом очень, может, меня называть там фанатиком, тропистом, обзывать как угодно, но я чувствую, что и от этого зависит сегодняшний мир, особенно Израиль, особенно Украина, потом Тайвань, потом там Косово, Гергояна и Хаити, везде, где сегодня идут вот такие или готовятся к большим вооруженным, потому что я вас уверяю, что за этим очень внимательно следит и Путин, и Китай, и Иран, кто будет следующим президентом, но иранцы бы не взламывали бы компьютер, Трампа на избирательные кампании, и не передавали бы его кампании Харрис, если им было бы все равно, кто будет президентом, то есть они хотят Трампа в президент, и россияне не хотят, и Путин не хочет Трампа в президент, они все понимают, чем это закончится. Гарри, я в завершении вам хочу задать один вопрос, который я хочу задать уже в вторую программу, с вашего разрешения задам. Я, скажем, наверное, не так много слушаю комментаторов, но вот я того комментатора, которого постоянно слушаю, это Билл Орелли, я вам как-то говорил, я действительно его постоянно слушаю. И он, давайте, ну, будем честны, вот он очень сильно влияет на американскую политику и на американскую консервативную аудиторию, может быть, меньше, чем Такер Калсон, но в последнее время у него действительно бешеный рост, он и сам долгое время работал на Фоксе. И он критикует Трампа, то есть он в том числе критикует Трампа, где нужно, он это делает, и его голос он слышен, и недавно убрал интервью Джиди Вэнса, то есть понятно, что если Вэнс дает ему интервью, это в том числе, ну и Трамп ему, кстати, много раз давал интервью, это, ну, подтверждение, скажем так, да, которые есть в ТРЛ, и как влияет на этот человек. Так вот, с другой стороны, то есть мы понимаем, что в принципе среди сторонников Трампа, которые понимают, что нужно голосовать за Трампа, ну, принято критиковать Трампа, если мы говорим про англоязычную, скажем так, среду. Вместе с тем, обращая внимание на то, что творится, то, что происходит среди сторонников Трампа именно как бы русскоязычных, то есть тех, кого в основном слушают и в Украине, и не только в Украине, потому что мало кто слушает на английском языке, да. Вот как-то вот среди этих вот спикеров мало принято вообще критиковать Трампа, и есть, скажем так, среди части, да, которой вы принадлежите, части сторонников Трампа, такое негласное правило, что вот жена Цезаря вне подозрения, то есть Трамп вне подозрения, и мы принимаем его таким, каким есть, и мы пока идут выборы, не должны его критиковать, то есть баста, тишина на критику. Вот все-таки, на ваш взгляд, вот где правильнее позиция, да, то есть то, которое придерживается условно говоря Орелли, да, где, то есть поддерживая Трампа, называя там Хэрис коммунисткой, например, социалисткой, да, он тем не менее критикует Трампа, да, там, где он считает нужным, даже он говорил, что Трамп проиграл предыдущие выборы, что не было тех квалификаций, которые поменяли существенно картину, либо говорит, что все хорошо, прекрасная маркиза, и Трамп вне подозрений, вообще им все делать правильно? Смотрите, никто не против критики, никто не против критики, и я не против критики, и Трампа надо критиковать, и это правильно, мы должны с него спрашивать, но получается вот что, идеальных людей нет, и Трамп не идеальный человек, и он частенько говорит, что многим нравится, он говорит то, что у него, он не читает по бумажке, он отходит от телепрампта и начинает говорить, и частенько эти твиты, которые у него были, там много вещей, которые могут критиковать Трампа, и мы можем с вами создать программу, где я тоже буду, скажу в сторону его критики, хотя я считаю, что борьба нечестная идет, дело все в том, что критиковать это одно, а вот напрямую врать, говорить неправду, я сейчас сделал программу, я ее выставил сегодня, ну это значит, по-нашему будет вчера, когда наша программа выйдет, где там почти что полтора часа, что Трамп сделал, вот реально сделал, и что он реально сказал, а не то, что вам перевели, и то, что вам сказали, ну в украинской информационной сфере идет война против Трампа, они врут, они реально говорят неправду, сначала я думал, что может быть они ошибаются, может быть они не знают, может быть они перевели так, но не может этого быть, чтобы 7 лет, они продолжали, продолжали, продолжали бить в одну точку, пригласили Веллера, он объяснил, согласились, пригласили Андрея Николаевича Ларионова, он объяснил, пригласили Майка Помпео, он объяснял, сидят эти журналисты, потом на следующий же день, они выходят и говорят все наоборот, и продолжают врать, продолжают коверкать, это не критика, мой дорогой, это диверсия, и в первую очередь не против Трампа, потому что опять же, Украина не играет роль в его выборах, это диверсия против Украины, потому что это настраивает вот таких уродов, которые берет ружье и идет в него стрелять, потому что эти журналисты, или эта блогосфера, в основном они не находятся в Украине, эти кретины, или эти подлецы, и идет, стреляет Трампа, как до этого молодой полудурок, потому что Трамп это Гитлер, потому что его убедили в этом, это действует и сегодня в Америке, вот с этим вторым стрелком, с РУС, многие американцы считают, что он украинец, что украинцы против Трампа, то есть против половины Америки, будет он президентом, не будет он президентом, зачем делать врагов из Маска, чем делать врагов из Такара Карлсона, из Роберта Кеннеди, из многих других, которые поддерживают, вот там смысл, критика это одно, и Билл Орайли критикует Трампа абсолютно правильно, у него Трамп не идеальный человек, так как я действую в украинской инфосфере, то я все время должен протестовать против дезинформации, против вранья, и все время говорить, что нет, Трамп этого не говорил, нет, Трамп этого не делал, нет, Трамп, а зачем вы это говорите, зачем вы это делаете, и получается так, что я из Трампа делаю какого-то святого, или я на него молюсь, я просто говорю, что он этого не делал, а критиковать, конечно, критиковать, и Белорайли критикуют Трампа, корректно, но критика и дезинформация — это две разные вещи. Смотрите, Гарри, я с вашего разрешения, тогда уже совсем конкретно вас прошу с вашего разрешения. Я подписываюсь под каждым вашим словом сейчас. То, что вы сказали, потому что то, что происходит в акханале против Трампа у некоторых блогеров, которые договорились до того, что заявили о том, что Украине не нужно дальнобойное оружие, лишь бы Трамп не победил на выборах, это просто... Вот я когда это услышал, у меня глаза на лоб вылезли. Я просто был в шоке, мне нечего было сказать. То есть люди, которые не читают английский материал... А эти блогеры находятся вообще-то в Украине? Они в Украине, эти блогеры? Гарри, речь не о них. Просто я вам объясню, в чем дело. Понимаете? Сторонники Камел и Харрис имеют право. В Украине, например. И не только за пределами Украины. Господин Рашкин, например. Вот их отличает то, что для них Камел и Харрис, она вот вне подозрений. То есть у нее все хорошо, у нее все прекрасно, она замечательный кандидат. Ну и, как говорится, на здоровье. Так вот, как бы вот республиканцы, да, то есть прореспубликанские настроенные, русскоговорящие там спикеры, говорят о том, что, значит, сейчас в демократической партии, об этом говорил, кстати, тот же Роберт Кеннеди, да, приобретает некоторые авторитарные тенденции. Ну, ему виднее. И по идее, ну, например, люди, которые стоят на другом спектре за Трампа, должны демонстрировать как раз, что называется, плюрализм во мнениях. Но мы видим периодические бодания между людьми, которые поддерживают Трампа, именно в, скажем, русскоязычном сегменте, да, интернета, который истолковывает для людей, которые не владеют английским языком, вообще, что происходит в Америке. И получается, что создается впечатление, что вот так же, как в случае с Хэрис, нет пространства для критики Трампа именно в русскоязычном пространстве. Тогда у любого человека, который не знает про Беларелли, который не знает, как в Америке критикуют того же Трампа, да, может сложиться впечатление, что, собственно, разница между двумя кандидатами никакой именно по принципу того, что обе группы, скажем так, как сторонников, они выступают за полное единодушие и полную поддержку своих кандидатов без выделения какой-то критики в их адрес. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот меня вот это смущает, да, то есть вот попытка, скажем так, представить того же Трампа и его действия как вот некий абсолют, который вообще не допускает никаких ошибок. Я не совсем понял, что вы сказали, знаешь, какой вопрос вы мне задали. Дело в том, что как раз в украинской, мы говорим о украинской инфосфере, в украинской инфосфере постоянно тебе цитируют New York Times, Washington Post, CNN, то есть там, где на Трампа наветно. Других источников информации в украинской инфосфере практически нет. Приглашается, опять же, это в основном люди даже в русскоязычной сфере, где нас 90% за Трампа. Больше, меньше, я имею в виду, кто-то сильнее, кто-то слабее. Ну, 90% из нас, из русскоязычницы. Ну, в Украине вы слышите вот этих Рашкиных, эту Карину Орлову. Я не про Украину говорю. Я не про Украину говорю. А про кого вы говорите? Я объясню, я объясню. То есть, вот вы, например, да, вот вы Андрей Лорионов, так, Михаил Веллер, Сергей Любарский, да, то есть это люди, которые… Михаил Веллер не американец. Что вы говорите? Михаил Веллер не американец. Не американец, да, но я имею в виду строники, да, строники Дональда Трампа. Очень яркие люди, кстати. Вот вы очень яркий человек. Веллер очень яркий человек, Лорионов яркий человек, Любарский по-своему очень яркий человек. И я с какой-то горечью наблюдаю за тем, как, скажем, в какой-то момент, да, вот это где-то началось там полгода назад, вот начались какие-то колкости в адрес друг друга, ни в коем случае ничего не мешаются, ни в какие-то личные отношения, ну, при том, что вы все поддерживаете Трампа, да, и при том, что, в общем-то, в общем-то, генеральная задача, генеральная линия вас, да, это то, чтобы Трамп победил на этих выборах, да. Соответственно, почему возникают эти колкости? Почему возникает вот эта вот критика на почве… Ну, во-первых, ну, потому что Любарский не за Трампа. Почему? Потому что он не за Трампа. Он говорит, что это просто без… Это все равно, что сказать, что американцы во время Второй мировой войны были за Сталина. Просто потому что мы приняли сторону Сталина. Это не значит, что мы были за Сталина. Просто когда Вторая мировая война закончилась, мы сразу же стали анти-Сталином. То есть, Черчилль был не за Сталина. А вы говорите, что он за Сталина. Потому что он воевал на стороне Сталина. Нет, это не так. Это не так. Некоторые из нас за Трампа, потому что другой – это Гитлер. То есть, они временно нашли с нами… Это как сказать, что мусульмане сейчас за ЛГБТ. Вот Хамас и все эти за ЛГБТ. Почему? Потому что они против капиталистов, капиталистического строя. То есть, сейчас они союзники против… Потом, когда это закончится, это будут они враги. Одни будут мочить других. Поэтому нет. У нас сейчас есть единство. Потому что понимает, что Камала Харрис разрушит мир. Но Любарский не за Трампа. Он за кого угодно, но только не за Трампа. Нет, ну если… Смотрите, я вам так скажу. Мы, по-моему, это уже объясняли. Вообще, Любарский сам говорит, что он за Трампа первый раз не голосовал. Но он ответственный американский гражданин, и он голосует на выборах. Это его гражданская обязанность голосовать. То есть, первый раз в 16-м году он за Трампа не голосовал. Если он не голосовал за Трампа, но голосовал, то за кого он голосовал в 16-м году? Ну, я, честно сказать, не знаю, голосовал ли господин Сергей Любарский в 16-м году Трампа или нет. Нет, господин Любарский говорит. Господин Любарский говорит. Много раз он это сказал. В 16-м году я не голосовал за Трампа. Но я американец, я имею ответственность, гражданскую ответственность несу, и я голосую во время выборов не только на президентских, но и на местных выборах, на городских выборах. То есть если он говорит, что он не голосовал за Трампа в 2016 году, но он голосовал, то за кого он голосовал? Смотрите, я про 2016 год говорить не готов, я хочу говорить в данном случае... Нет, вы говорите, что он за Трампа, я вам пытаюсь объяснить, что он не только не за Трампа, он не республиканец, он то, что у нас называет... Вы меня, подождите, Михаил, вы меня спрашиваете вопрос. Пожалуйста, да. Вам не нравится ответ, потому что вы не хотите участвовать в этом ответе по какой-то причине? Нет, у меня есть реплика. У меня есть реплика, да. Если вы хотите еще что-то, вы не хотите там негативные отзывы в вашу сторону? Я за вас отвечаю. Господин Любарский в 2016 году голосовал за Хиллари Клинтон. Человек, который голосует за Хиллари Клинтон, не республиканец. По базовому... Я вам объясняю. Поэтому, когда вы ставите нас... Веллер не голосует, он не американец. Андрей Николаевич и Лорионов. Но у нас достаточно других, которых вы не знаете, никогда не приглашается. У нас есть сержант Азаркин, который воевал, гражданин Америки и служил в нашей армии. У него свой канал на радаре. У нас есть Диаспора Юэй, которая вещает на украинском языке. Целая группа с Богданом Боровцом. У нас есть Юрий Дашевский, который из Нью-Йорка, который тоже... Я приглашаю Юрия Дашевского. Много других. А это республиканцы. Мы республиканцы. И мы все голосовали за Трампа. И многие-многие другие. Я сейчас просто всех назвать не могу. Но есть такой городской сумасшедший Юрий Рашкин. И есть господин Любарский, который не республиканец. Он сам это говорит. Хотя иногда он говорит, что он республиканец. Вообще иногда он говорит, что он еврей. Иногда он говорит, что он не еврей. Иногда он говорит, что он Любарский. А вообще-то он... Смотрите. Иногда господин Любарский хочет знать, почему в Украине повесили билборды с моей мордой лицей. Извините, Гарри. Поэтому о чем вы говорите, что у нас есть разница, я вам еще раз говорю, что просто потому, что Соединенные Штаты Америки Рузвельт и Черчилль воевали вместе со Сталином против Гитлера, это не значит, что они были за Сталина. Гарри, у меня будет просто вот реплика, соответственно, она же вопрос, на финал, что называется. Все-таки то, что было в 2016 году, я не знаю, даже не знаю, что было в 2020 году. Не-не-не, я с вашего разрешения просто договорю. Вопрос в том, что после 2020 года, в 2023, вы, как я понимаю, были заодно и вы писали интервью с господином Любарским и прочее. Я договорю, я договорю. Смотрите, я не хочу ни в какие отношения, боже упаси, там лазить, это личное отношение двух людей. У меня другой вопрос. Он состоит в следующем. Если тот же господин Любарский, он поддерживает Трампа, он говорит о том, что необходимо голосовать за Трампа. То есть он анализирует то, что делает Трамп. Да, он его попутно критикует, то есть там, где он считает, что эта критика обоснованная. То есть он имеет право критиковать Трампа, при этом его поддерживая. Это тоже позиция. То есть когда ты видишь, что человек, которого ты поддерживаешь, совершает ошибки, ты хочешь ему добра, ты хочешь ему, например, что-то сделать по благо, как это делает Билл Рейли. Другое дело, что Билл Рейли просто больше, наверное, слышит силу его аудитории, потому что он вещает на английском. Но тем не менее, ну вот, скажем, Любарский выполняет некоторую похожую функцию. То есть здесь простой очень вопрос, понимаете, который лично меня интересует. Почему, скажем, нельзя критиковать Трампа именно, вот, скажем, среди тех людей, которые, в принципе, разделяют одну идею, что Трамп должен прийти к власти? Во-первых, Билл Рейли и господин Любарский – это ничего общего не имеют между собой. Совершенно два разных, здесь совершенно два разных подхода. Один профессиональный, другой нет. Ну, Познер тоже непрофессиональный, а недавно он заявил о том, что журналист – это человек не с журналистским образованием, а человек, который по своей подготовке в какой-то момент стал журналистом. Давайте так, вы будете задавать мне вопрос длинный, к которому… Да, извините, Гарри, ваша реплика. И потом будете сами на него отвечать. Извините, да, ваша реплика. Вы уже помните, что вы меня первоначально спросили? Вот пять минут этого вопроса, который, в принципе, ответил. Молчу, да, пожалуйста, отвечайте. Господин Любарский, не знаю, что он делает. Мне он не интересен, потому что я, как вы говорите, правда, имел с ним дело. Это я его вывел как бы в сферу, в блогерскую сферу. Он меня обманул несколько раз, сказал неправду. Мы говорили об одном, он делал другое. Он продолжает говорить, что… Мы не договорились, что он приедет в Украину, есть видео, я могу сбросить сайты. То есть человек говорит неправду. Я, опять же, я человек негражданский. Если ты говоришь мне неправду, я с тобой в разведку ходить не буду. Я с тобой в патруль не пойду в дозор. Он ищет какие-то… Он зависит. Он поссорился с ним. Не только там он на меня что-то говорит неправду, обсуждает и критикует. А он это делает. Он ищет все время, чтобы вот вы о нем говорили, чтобы сейчас ему рекламу мы создавали, чтобы у него были просмотры. Это не моего стиля человека. Я не хочу с ним иметь просто дело. Вот он мне не нравится. Может такое быть? Не нравится, и все. Вот вы мне нравитесь, а он не нравится. Почему я должен с ним иметь дело или работать с ним просто? Потому что он говорит, что он будет голосовать за Трампа, но он не за Трампа. Вот любого другого кандидата он бы голосовал. Плюс американский народ, вопреки ему, решил, что Трамп должен быть президентом. Ни Никки Хейли, ни Ди Сантос, ни кто-либо другой, ни Рамос с вами, а вот Трамп. Но он критикует всех, говорит, что они все неправы. Он прав. И поэтому выиграет Камала Харрис. Значит, если выиграет Камала Харрис, он скажет, я вам говорил, что так и будет. Вы сами виноваты. Я вас… Я, 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 я. Я не люблю таких людей. Не люблю я таких людей. Что с ними иметь? Они врут. Они говорят неправду. В том числе обо мне. В том числе о Иларионове. В том числе о Веллере. С оскорблениями. С унижениями. Это не из моей команды человек. Он также говорит о Заркане, о Корчагине, о Марии Максаковой, о Вайнштейне, о Юрии Дашевском. То есть о всех, всех говно, я один Д'Артаньян. Это не из моей команды человек. Вы хотите его слушать, он вам нравится. Вы считаете, что он критикует правильно? Нет, неправильно он критикует. Он не критикует. Он говорит, как надо делать. Вот он знает. Никто не знает. Все идиоты. А у него хорошее имя. Или доброе имя. Хорошая репутация. Какое имя? Во-первых, его имя не Любарский, а Фокшимок. Вот уже в институт он поступал как украинец в Советском Союзе, в Харькове. А в Америку он приехал как еврей. Я не осуждаю. Каждый выживает по-своему. Но вот это вот постоянное учение, как надо было говорить, как проводить его, когда он чьи-то выборы вообще проводил, какое у него прошлое, что он когда-то сделал или создал, где он служил, чем командовал, что он построил. Понимаете, у человека нету репутации в этой сфере. Он без года неделя в этой блогерской сфере. Переводит новости, которые люди любят слушать, и послушают на здоровье, потому что он это делает вкратце. И потом учит, как надо было поступить к Амале Харрису, как надо поступать Трампу. Если Трамп выиграет, он скажет, он мог выиграть еще с большей. Если бы он слушал его. Слушайте его. Если вы будете слушать Любарского, у вас все будет хорошо. Вы тогда будете знать, как действовать. Опять же, это ваше право. Он имеет полное право. Я таких людей не люблю. Я от таких людей стою подальше. Я имел, тоже, наверное, по наивности, или по-моему, друп попросил с ним, и все было хорошо. Потом, что значит, травля. А я травля. Если ты критикуешь кого-то, вот он говорит, я критикую Трампа, и на меня, значит, нападает. Люди не хотят слышать критику. Если критикуют его, как Михаил Йосифович сделал, сказал, у него все время я, у него 20 я в одном предложении. Это критика. А это травля. С его стороны, это травля. Значит, зачем он это все делает? Он это делает, потому что он не настолько популярен, он не настолько известен. Он не такой известный, как Михаил Йосифович Феллер. Или популярен. Он не такой известный или популярный, как Андрей Николаевич Ларион. Или даже как я. Даже как Максаков, или даже как Азакин, или даже еще как кто-то. И за нашей, вот за нашей репутацией, которую мы зарабатывали, службы в армии, службы в политике в российской, службы писать книги, которые весь русскоязычный мир читает, много поколений. За счет этих имен зарабатывается имя. И таким образом он использовал вас, что сейчас мы говорим о нем и даем ему рекламу. Я считаю, что он нехороший человек, что он оскорбит, что он, что называется, у нас пэти. Он пэ. Пэти там маленький и завистливый, и неважный. Он не имеет никакого значения. Вот он вырвался в инфосферу украинскую, опять же, русскоязычную, и использует всех нас таким образом. Потом также нас критикует. В принципе, со всеми, с кем он имел дело, кроме Марка Солонина, тоже известного человека, со всеми он поругался, со всеми идиоты. Вот один он умный. Что у нас, и почему мы должны все с ним иметь какое-то дело или его поддерживать, потому что он говорит, что надо голосовать за Трамп. Хотя Трамп ужасный выбор. Но надо за него, потому что выбора нет. Что общего у нас с ним есть? Ничего. Он то, что называется райно. Republican in name only. У нас есть такие, и в партии есть, и много людей такие есть. Они называют себя республиканцами, но они не республиканцы. Еще раз я вам говорю, он голосовал за Хиллари Клинтон. Республиканец не мог голосовать за Хиллари Клинтон. Он не республиканец. Он даже не республиканец. Но это его дело. Это его дело. Просто я говорю, что это неправда. Как и его имя неправда. Как и то, что он говорил обо мне, говорит обо мне неправда. Он говорит о Михаиле Иосифове или Алине Прауде. Это одно дело, что, как я говорю, он мне не нравится. Мне не нравится его манера, мне не нравится его разговор, мне не нравится, что он обзывается, что он называет президента Трампа нарциссом и напыщенным индюком, хотя сам нарцисс, сам напыщенный индюк. Мне не нравится, что он говорит, что у меня нет чести, что я лгун, что я врун, что он того-то не делал, этого не делал, что я мерзость, пакость, еще что-то, эти обзывания, что я не достоин мундира, как будто он мне этот мундир давал. И когда люди такое начинают говорить, я остаюсь стоять в них в стороне и вообще их игнорировать. Но вы не можете их игнорировать. Вы почему-то многие сейчас начнут писать, нет, вы должны быть вместе, не должны мы ничего, никому я ничего не должен, и вы тоже. Я не люблю этих людей. Есть много республиканцев, которых я не люблю. Есть много людей, которые будут голосовать за Трапа, с которыми я не имею ничего общего и не имею никакого дела. Ультраортодоксальные евреи будут голосовать за Трапа. Это что значит, что я должен ходить в синагогу и молиться вместе с ними пять раз в день? Есть люди, которые демократы, которые не будут голосовать за Трамп, которых я уважаю и с которыми я их понимаю. Но я их не понимаю, потому что у них есть причина, в основном это финансовая. Они говорят, я зарабатываю. Ну, понятная идея. Если ты зарабатываешь, ты это делаешь. Да. Гарри, я просто, опять же, в завершении, что хочу сказать, что меня всегда, скажем, пугает определенный большевизм. И когда я слышу среди адептов Камелы Харрис, при всем уважении к госпоже Харрис, это американского народа вообще решать, кто будет президент. Но я когда слышу среди адептов оскорбление в адрес Дональда Трампа, какие-то наветы, и это все делается, знаете, как централизованно, по-большевистски, то есть без предполагаемой какой-то альтернативы. Меня это пугает, я вам скажу. Именно поэтому, когда я смотрю, что, скажем, вот среди именно адептов в русскоязычном пространстве Дональда Трампа, вот есть вот некая тенденция, она связана с тем, что вопрос не конкретного человека, там, Любарский, не Любарский, это вот вопрос личных отношений, вопрос другого, вопрос возможности там критики Трампа, то есть если это делает, условно говоря, Морелли, можно с ним соглашаться или не соглашаться, да, он давно в журналистике, ему за 78 лет или 75 лет, он очень долгое время вообще, он себе сделал имя и прочее, но даже если ты там не делал на протяжении 35 лет с себе имя, если ты поздно начал, если ты там, ну в любом случае, если тебя слушают зрители, ты имеешь право на точку зрения, даже если она где-то там расходится с другой, потому что зрители тебя смотрят, то есть и. понимаете, вот меня больше всего смущает, что тот факт, что, условно говоря, тот же Любарский, да, он критикует часто там Трампа, если можно соглашаться или нет, он предлагает некую альтернативу, да, то есть это является основанием к тому, чтобы, ну вот как-то вот это вот лобби русскоязычное, протрамповское, да, оно как бы разбилось на разные группы, потому что сам факт того, что Трамп критикуется, уже вот вызывает, да, вот некоторое, ну, раздражение. Михаил, я не знаю, меня вызывает это раздражение, потому что вы не слышите, что я говорю. Критиковать – это одно. Критиковать Михаила Ёсича Велера, что он вспыльчив, что он не дает тебе договорить мысль, потому что он уже знает, что ты скажешь. Михаил Велер, потому что он говорит быстро. Это критика. Говорить, что он выжил из ума – это не критика, это оскорбление. Ты, блин, не психолог и не психиатр, хотя Любарский считает, что он таковолый. Ты не можешь ставить такой диагноз, а если даже ты профессионал и поставил такой диагноз, ты не можешь его объявлять публично. Это оскорбление. Вот разницу вы видите между критикой и между враньём, наветом и оскорблениями. Критика – это одно. Билл О'Райли прекрасно и правильно критикует президента Трампа и других президентов. У меня нет возможности критиковать в украинской инфосфере, потому что в украинской инфосфере всё, что я делаю, это я говорю, нет, ребята, вы говорите неправду. Нет, ребята, это враньё, это не критика. Вы только что сказали неправду. Трамп этого не говорил или Трамп этого не делал. А, ты трампист, ты, значит, фанатик и так далее. Хорошо. Не хотите понимать разницу между ними? То есть, когда вы говорите, что господин Любарский говорит, иногда он критикует, да, иногда правильно критикует, но иногда частенько он оскорбляет и говорит неправду. Лично про меня, про Андрея Николаевича Вариона, уважаемого человека, ну, хотя бы мною, про Михаила Ющевича Геллера, уважаемого, ну, хотя бы, и миллионами других людей. Оскорбления никуда не горятся. Говорить, что это мерзости, что вы подонки, вот это, извините, это не критика. Говорит, что выжил из ума, человек без чести. Кстати, откуда он что-то понимает, в чести? Или доброе имя, какое доброе имя, где его имя? Его имя даже не Любарский, его имя Факшимов. Я этого не понимаю. Это люди, с которыми я не хочу иметь ничего общего, просто потому, что он говорит, что надо голосовать за Трампа, в этот раз, хотя в прошлый раз он не голосовал, а голосовал за Клинта. Почему я должен с ним иметь что-то делать? Вот, раскол в парке, конечно, раскол, у нас есть раскол в партии. Это я больше того скажу, раскол между президентом и вице-президентом частенько бывает и часто бывает, потому что они из разных лагерей. А такой же раскол и в демократической партии, такой же раскол и в кабинете министров у Зеленского. Это политика, есть люди с разными взглядами, с разными, это и есть раскол. Конечно, наоборот, демократическая партия намного монолитнее, потому что она более диктаторская. Раскола нет в Северной Корее, раскола нет у Путина, там все единогласно, все нормально. Поэтому это нормально, что раскол... Но опять же, что в Спириде Барске добивается, это славы и еще чего-то. Я не знаю, какая у него репутация. Я ничего не знаю, я не знаю, что он сделал. Я знаю, что он был каким-то компьютерщиком, программистом, какая у него была компания. Так он говорит даже, что у него есть яхт. В Украине он носа не сунул с тех пор, как еще до войны, когда уже шли разговоры, что может быть война, все, он сдрефил. Договорившись со мной, опять же, есть видео, когда он говорит, что я вру про это, есть видео, я вам скину, можете включить это в описании, если хотите. Где он говорит, что он приедет и меня сменит, я тогда поменял билеты. Я бы еще хотел с тобой поговорить, потому что ты сейчас в Украине, я сейчас в Америке, мы с тобой скоро поменяемся, я приеду в Украину, ты приедешь во Флориду. Ну, так получится, что когда я уеду, ты сюда приедешь. Я возьму твое дежурство. То, что он говорит, что там, я могу рассказать, если вам интересно, раз уже, потому что я не хочу больше повторять и давать ему рекламу. Что получилось, когда началась война? Когда началась война, 24 февраля, мне начало поступать от разных структур, включая от посольства США, военного Ташата, включая от СБУ, моих знакомых, включая от ГУР, чтобы я валил с Украины. Я, Иларионов и Солонин. То есть, что за нами охота, и мы отвлекаем других людей от работы, лучше, если мы покинем Украину. Андрея Николаевича и Иларионова не было в Украине на этот момент. Был я и был Марк Солонин. Я позвонил Марку Солонину и сказал, Марк, вот такое у меня, значит, дело. Он говорит, у меня нет машины, у меня ничего нет, я не знаю, как покинуть, выехать с Украины. Я говорю, хорошо, я тебе помогу, я организую. Я позвонил генералу Кривоносу и сказал, товарищ генерал, есть ли возможность, потому что за несколько дней до этого мы все встречались, генерал Кривонос, Солонин, Марк Солонин и я. Я говорю, у тебя есть возможность вывезти Марка Солонина? Он сказал, да. Он послал за ним машину, он послал еще что-то, и Марка Солонина, я не знаю, то ли вывезли за границу, то ли он уехал куда-то, в Карпат, и куда-то в Украине. Точно я сейчас не знаю, потому что у нас не было связи. Нет, он остался в Украине, потому что мы с ним потом встретились в Киеве, еще раз с Марком Солонином, да, и как раз поехали к Сергею Кривоносу, генералу Кривоносу после этого. Это все, то, что рассказывает какие-то истории Ливарские, ну, это идиотизм. Это то, что произошло. Я еще пробыл в Украине, сейчас не помню, то ли три недели, да, где-то три недели. Мой сын со своей командой, называется Yes Theory, это молодые ребята, у них там 7 миллионов, 10 миллионов подписчиков, они прилетели в Польшу и стали собирать. Они собрали почти миллион долларов там, фандрейс, купили карточки для беженцев и сделали фильм. Вот в этом фильме вы можете увидеть, Yes Theory называется, где я с ними там встречаюсь, потому что я приехал с ними встретиться, они уже там были две недели или сколько-то, собрали эти деньги, они попросили, чтобы я им помог купить бронированную машину и перевезти ее, две машины, и перевезти ее в Украину для бронированных скорой помощи. Что мы и сделали с моим сыном, в этом фильме это показано. Но я не люблю вот этим хвастаться всем и рассказывать, какие мы герои были. Мы вернулись обратно, и это уже был где-то конец марта. И мне надо было возвращаться домой. У меня есть тоже там вещь, например, у меня закончились мои лекарства, которые купить нигде невозможно, я должен ехать в ветеранский госпиталь и поправить. Частенько вы слышите, что у меня речь нарушена, мне надо там проходить процедуру. Но я не хочу все это делать лично и рассказывать это, потому что какой-то Фоксшемов, который появился неоткуда, говорит, что я подонок, что я врун и что я драпанул с Украиной. Его там вообще не было. И что я струсил и убежал. Но я не хочу иметь дело с этими людьми. Почему я должен с ними разговаривать? Я не хочу иметь с этими Любарскими Фоксшемы, с этими людьми, которые я, 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 вот я герой, вот я умный, а табах тупой, солдафон, трампист, поклоняется этому золотому телегу и еще трус и недостойный, и врунный. Зачем? Зачем? Ну, пусть это, если ему... Я имею тенденцию игнорировать этих людей. Они пэки, они ничего не значат, почему я должен объяснять, что я делал, кого я спасал, какой был я героем, какие у меня медали или ордена. Вообще-то все это есть в интернете и каждый человек может почитать. Почитайте в интернете про других блогеров, про Портникова, про Фейгина, про других этих всех советских людей, про Портникова, про Муджабаева и почитайте про Любарского. Вот вам и репутацию. Вы строите сами для себя репутацию, кого вы хотите слушать и кому вы доверяете. Но каждый раз выступать в эфирах и мне объяснять, почему мы все против Любарского и мы не одна команда, я думаю, потому что это глупо. Вы же тоже не одна команда. Вы все украинцы, не одна команда. Вы все разные. Но вы все за победу Украины. Гарри, спасибо вам большое за очень откровенный разговор, очень интересный разговор, я предельно признателен разговоры души, то, что называется. Гарри Табаха, известный офицер и аналитик, общественный деятель. Спасибо большое, Гарри, и до новых встреч. Спасибо большое, зрители, что нас смотрели. Спасибо. Спасибо.